Ну, если честно, у меня было бы жутко интересно узнать, как она на самом деле может решаться быстро. Всем привет! Сегодня, наконец, разберем задачи из видео с Саватеевым. Но прежде чем приступим к разбору, сделаю три объявления. Во-первых, многие спрашивают, что такое управленческий консалтинг, зачем туда идти, как к нему подготовиться, как вообще туда попасть. Для вас, ребята, ссылка в описании на бесплатный email-курс, который все это рассказывает. Смотрите, читайте, готовьтесь. Второе. Конкурс с Саватеевым. Нам пришло где-то 150 ответов и решений по конкурсу, и 35 из них оказались верными. К сожалению, мы не смогли выделить какое-то одно решение, которое явно было элегантнее и красивее всех остальных. Поэтому мы решили, что приз возьмет человек, который просто раньше всех подробно и качественно расписал решение задачи. Этим человеком стал Григорий Постников. Гриша, поздравляем, ты победитель, так держать. Что касается конкурса для гуманитариев, то здесь выиграли люди с двумя комментами. Первый комментарий. Гуманитариям нужна математика, чтобы не радоваться повышению зарплаты в 0.9 раза. И этому комментатору достается книга Саватеева. И второй победитель. Мне нужна математика, чтобы быть на одной волне с парнем, который учится на фифте. С уважением, Олег. И Олегу достается наша книга по математике так, чтобы он с парнем, наконец, был на одной волне. Третье. Нам очень понравилось делать конкурсы. Это супер весело. Поэтому конкурсы будут и дальше. Так что подписывайтесь, следите за видео и не упустите свой шанс выиграть. Ну или хотя бы поучаствовать. Окей. Достаточно сведения. Теперь, собственно, разбор. Дима, тебе слово. Действительно, эту задачу можно решить, используя только лишь методы школьной математики. Из них нам понадобятся буквально 3-4 формулы. Это теорема синусов, теорема косинусов, формула площади треугольника и формула площади сектора. Итак, приступим. Понятно, что площадь закрашенной фигуры пропорциональна площади квадрата. И поэтому, по сути, нам нужно найти долю этой площади в площади квадрата. Чтобы упростить этот процесс, мы возьмем единичный квадрат. То есть, скажем, что пусть сторона квадрата равна единице. А еще я проведу одну из диагоналей. Эта диагональ разрежет каждую половинку этой площади пополам. И я посчитаю площадь вот такой фигуры, которая в силу симметрии будет равна s пополам. Где s это то, что мы должны найти. Я найду явно площади каждой из трех закрашенных фигур. Сначала обратимся к треугольнику. Я напишу его вершины. А, B и C. Какие же у него стороны? Значит, сторона BC. Она равна стороне квадрата. То есть, единица в нашем случае. Сторона AB. Это радиус вписанной окружности. То есть, в два раза меньше. А, А, C это половинка диагонали. Диагонали это корень из двойки. А половинка это корень из двойки пополам. Итак, воспользуемся теоремой косинусов. Для угла C. Вот напротив угла C лежит сторона равная 1 и 2. Ну, в начале теорема косинусов напоминает теорему Пифагора. Что-то сократим. Где-то раскроем скобки. Выразим косинус угла C. 4 четверти плюс 2 четверти и минус 1 четверть. Перенесли. Корень из двойки умножить на косинус C налево. А справа осталось единица, то есть 4 четверти. Плюс 1 вторая, то есть 2 четверти. И перенесли минус 1 четверть. То есть получается 5 четвертых. А просто косинус C в таком случае равен 5 умножить на корень из двойки и поделить на 8 уже. Ну, то есть поделили 5 четвертых на корень из двойки. Таким образом. Найдем синус C. Он нам понадобится. Ну, тут угол острый, значит синус, естественно, положительный. И вычисляем его как плюс корень из единицы минус квадрат косинусу. По основному тригонометрическому тождеству. Это корень из единицы минус. Возводим здесь все квадрат. 5 в квадрате это 25. 2 корень в квадрате это будет просто двойка. В итоге 2 умножить на 25 это 50. 8 в квадрате это 64. Все это вычитаем из единицы. И поэтому 64 минус 50 деленый на 64. 14 в 64. Дальше. Корень из 14. Так и остается корнем из 14. Ну, а корень из 64 это 8. Что с этим можно сделать? С помощью него можно выразить площадь желтой фигуры. То есть площадь треугольника. Корень из 14 это корень из двойки. Умножить на корень из семерки. Поэтому корень из двойки мы с корнем из двойки перемножаем и сокращаем с одной из двойчик. И получается у нас корень из семи поделить на 16. Заметим, что с это положительный остренький угол. Поэтому сам он равен арксинусу своего синуса. Мы это запишем. С равен арксинусу. Вот это выражение. Корень из 14 поделить на 8. Площадь круга равна π умножить на квадрат радиуса. Если радиус это единица, значит площадь круга равна просто π. Если говорить о круге радиусом единица с центром в точке С. И посмотреть вот на этот красный сектор. Какую долю занимает угол С, то есть угол этого сектора относительно 360 градусов. Ну это нам нужно поделить арксинус вот этого угла, ну то есть сам угол С, на полный оборот, то есть на 2π. Сокращаем и получаем, что S красного сектора будет равно арксинусу. Вот это выражение, корень из 14, делить на 8 пополам. Вот так. Идем дальше. Вернемся к треугольнику АВС и вспомним теорему синусов. Теорема синусов огласит нам, что синусы углов пропорциональны сторонам, которые лежат напротив этих углов. Заметим, что напротив угла А лежит сторона равной единичке. Напротив угла С лежит сторона равная 1 и 2. То есть ВС два раза больше, чем АВ, и следовательно, синус угла А тоже будет два раза больше, чем синус угла С. То есть по теореме синусов получаем, что синус угла А это корень из 14 делить на 4, а не на 8. Что такое угол А? Ну, подразумевается, что это угол треугольника АВС. То есть вот этот вот угол ВАС. Но дело в том, что синусы углов, которые в сумме дают 180 градусов, равны. Поэтому под углом А я могу понимать, как вот этот уголок, тупой угол треугольника АВС, так и лежащий рядом острый уголок. Итак, а что нам дает вот этот острый уголок А? Это угол вот такого голубого сектора. Голубой сектор лежит в окружности радиуса 1,2. То есть площадь этой окружности это π на 4. А какую долю занимает этот сектор от всей окружности? Ну, мне нужен сам угол, а угол это арксинус. Синус этого угла, если речь идет о положительных остреньких углах. Значит, угол это сам угол А, то есть арксинус корень из 14 четвертых. Ну, а полный оборот это по-прежнему 2π. И получается, что S голубого сектора, это у нас арксинус корень из 14 деленного на 4, поделить на 8. Итак, мы нашли площади всех трех фигур, голубой, красный и желтый. Напомню, что мы должны были найти одну четверть от нашей искомой фигуры, то есть площадь вот такой фигурки. Заметим, что она равна сумме голубой площади плюс желтой площади минус красной площади. Одна восьмая арксинуса от корня из 14 деленного на 4 плюс просто корень из 7 делить на 16 и минус одна вторая от арксинуса корня из 14 деленного на 8. Умножаем на 4 и получаем искомую площадь. Все. А также, если посчитать примерное значение этой площади, то у нас получится 0,29, ну и 0,028. Такую долю от площади квадрата занимает вот такая фигура целиком. Вот так вот. Спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться, полайкать, лайк, шер, али, шер, что там еще. И до встречи на следующем видео. Счастливо!